Добрый день. Сегодняшняя тема это работа с базами данных. Будем мы это делать в Node.js на JavaScript. Работать будем с базой Postgres. Использовать будем библиотечку PG. Это одни из самых лучших драйверов для Postgres. Их есть несколько, конечно. И напишем сегодня такой Query Builder. Сначала, наверное, просто научимся создавать какие-то структурки, схемы, таблицы, индексы. Я надеюсь, что SQL вы знаете и как писать select и как делать там create table и alter table, индексы создавать. Вы немножечко должны уже понимать, чтобы это делать. Ну и знание JavaScript и ноды понадобятся тоже. Так, значит, давайте приступим. Сначала мы посмотрим, где это у нас все лежит. Этот репозиторий в организации How Programming Works Databases. Те примеры, которые я сегодня буду показывать. Библиотечки PG или же ноды Postgres лежат в NPM и в GitHub, ну вот по имени PG. И вы их можете тоже установить. Тут я подготовил еще в Redmi файлике в репозитории, как вы должны себе подготовить среду. Ну, естественно, нужно сначала установить сервер с UBD, потом его настроить. Вполне возможно, но это не обязательно, что вы еще захотите какую-то программу для того, чтобы лазить по этой базе. И, ну вот, я тут поставил pgadmin3, но он уже так достаточно устарел. Сейчас есть pgadmin4 с веб-интерфейсом. Если что, ну, этот просто имеет оконный интерфейс вот такой GUI, где я могу смотреть, там, какие у меня таблицы, там, какие внутри этих таблиц там индексы, колонки. То есть вот это такая интерспекция данных. И оно генерит нам domain, в смысле, DSL язык, при помощи которого можно его скопировать и, значит, в другой базе все это дело, все эти таблицы сгенерировать. Ну, я их писал, этот скрипт, естественно, руками. Я не создавал в такой табличке, в смысле, в такой GUI-шке. Так, у меня тут заготовлен в репозитории файл example.sql, где этот скрипт написан руками. Тут есть пару таблиц. Есть system.user. Ну, это просто для теста, для тестового application, чтобы нам было с чем работать. Это не то, чтобы какой-то вразумительный пример. Есть пользователи, есть группы system.group, есть табличка user.group, чтобы, значит, иметь какой-то пример связи многие ко многим. Везде созданы форен-ключи, то есть вот эти два поля. Group.id ссылается на ID-шник из system.group, user.id ссылается на ID-шник из system.user и настроены каскадные удаления. То есть если из родительской таблицы из system.user мы удалим запись о каком-то пользователе, то соответствующие ей записи из таблицы связки user.group, соответствующие ей записи тоже поудаляются. Ну, это чтобы мы, конечно, руками это все не делали. Создан первичный ключ по этой таблице с обоими полями, потому что нам в основном интересует понимать, какой пользователь в какой группе сидит. Также, ну, когда мы делаем foreign key, тогда создаются, естественно, ключи и по каждому полю в отдельности. И еще у нас будет табличка session, которая связана только с system.user. просто master.detail. То есть для каждого пользователя несколько сессий. И она тоже там связана с соответствующими referential integrities. И создан уникальный ключ по токену сессии. И чуть позже, там, на какой-нибудь следующей лекции, мы пересадим тот код, который мы писали в одной из прошлых лекций с сервером, у которого есть cookie и у которого есть сессии, мы пересадим этот код с файлового хранилища на базу данных и будем использовать, ну, наверное, вот эту структуру табличек. Так, значит, для того, чтобы этот SQL накатить в базу, нам нужно будет, тут небольшую есть вам инструкция, и тут вы можете, собственно, как создать базу, как создать пользователя, все эти команды, ну, как минимум, для командной строчки в Linux, они вот эти, да. То есть утилитка PSQL, она будет у вас и в Windows, если вы поставите Windows-овскую версию, и в ней команды будут совпадать. Ну, естественно, вот такие команды, как su, значит, вы просто будете запускать утилитку PSQL через, там, в Windows, и просто это будет какой-то экзешник. Значит, вы должны будете создать себе пользователя вот SQL-а, create user с каким-то паролем, создайте еще базу данных, которая будет называться просто application, тестовая база, и мы даем право на нее, право овнера пользователю Маркус, которого только что создали. И дальше мы при помощи вот этой же утилитки PSQL под пользователем Маркус в базу данных, которая называется application, накатим скрипт, который у нас лежит в файлике example.sql, который я вам только что показывал, вот скриптец. Но я это уже сделал, вы просто у себя это воспроизведете. Значит, потом нужно поставить этот pg-драйвер, который у нас есть. Я его для этого прописал в package.json, вот там с версии 7.9, ну, я думаю, что там 7 с чем-то, 7x, любой вам подойдет. Код этот будет примерно одинаково работать. В современных версиях этого драйвера есть несколько интерфейсов работы с Postgres, которые просто немножечко разные по контрактам. Есть интерфейс, который умеет работать с кулбэками, есть, который умеет работать с промисами, и при помощи него же вы можете писать еще в стиле с асинкевейтом. Ну, мы сегодня будем и то, и другое, и третье пробовать. И сам пример приложения у меня написан в файлике application.js. И давайте сейчас попробуем к этой базе подсоединиться. Если у нас уже установлен сервер суббд, тут накачан скрипт базы, и уже к ней можно коннектиться и что-то с ней делать. Так, давайте сейчас у меня тут есть вот три файлика примерчики. Самый простой тест выглядит вот таким вот образом. Ну, конечно, можно было делать просто connection, но так как просто connection вам практически никогда не будет нужен, то есть почти всегда вам из любого приложения нужно будет делать пул коннекшенов. Это делается для того, чтобы переиспользуемые connection хранились у нас в этом пуле. Можете посмотреть, есть специальная лекция про пулы объектов. Пул коннекшенов – это, собственно, реализация той же идеи. Пока у нас один connection используется каким-то одним запросом, никто не может пользоваться этим connection к базе. А у нас в пуле их будет несколько. Там по дефолту сколько-то создается, можно ему сказать в документации к нод Postgres что-то про пулы сказано. Вот тут написано пулинг. Сейчас мы глянем. Это пул коннект. Где-то тут можно, наверное, указывать, какое их должно быть количество. Ну, есть класс пул. Когда мы создаем его экземпляр, скорее всего, где-то можно передавать количество. Но пул куайри нам позволяет сразу брать очередной connection из пула и запускать в нем определенный куайри. Так, тут не видно, но я думаю, что можно там по доке это и нужно более подробно ее прочитать, чтобы посмотреть, сколько коннекшенов можно ли там вручную задать. Ну, в любом случае мы ей передаем вот такой вот объектик с параметрами подключения, в котором будет хост, так как я это у себя развернул на localhost, то это вот будет 127.001. Порт по дефолту у Postgres 54.32. Имя базы application, которую мы создали. Пользователя мы тоже такого создали. Если у вас будет там Fedora или CentOS, скорее всего, вам нужно будет настроить еще IP tables и firewall для того, чтобы можно было на этот порт ходить и чтобы сам application имел право открыть порт на этом, значит, TCP-шный сервак на этом порту. Для того, чтобы все это посмотреть, как это настраивать, тут у меня есть вот инструкция для Fedora. Я думаю, что в любой другой операционке вы сможете найти подобную же инструкцию. Тут есть вот еще ссылка на дистрибутивы на самом сайте Postgres. И тут достаточно удобно все сделано. Вы выбираете просто операционку. Ну, допустим, я выбираю Red Hat. Или если CentOS, то вы тоже Red Hat выбираете. Или Fedora, или CentOS. Сюда. Дальше вы выбираете ее там версию. Я ставил десятую. Я с ней привык работать. Выбираете, какая именно Fedora. У меня 29-я, 64-битная. Ну, и дальше вот оно вам уже дает команды, откуда это дело ставить. В принципе, в родных репозиториях CentOS уже есть ссылки на вот эти вот RPM. Поэтому вот эту строчку можно, в принципе, игнорировать. Ну, если у вас, я не знаю, может быть, в Red Hat их нет. Значит, если у вас их не будет, то нужно будет поставить RPM сначала, а потом через DNF или YUM установить там Postgres 10. Я вот тут 10 устанавливаю. Потом он ставится там в автозагрузку, инициализируется база. Вы это все тоже у себя там пройдете для того, чтобы настроить это на своей операционке. Я думаю, что под другими операционками оно вам даст там другую инструкцию, и вы тоже по ней пройдетесь. Так, идем дальше. Значит, ну, тут я уже все это настроил. Теперь для теста мы попробуем считать из таблицы PGTables, ну, потому что такая таблица уже сразу в Postgres'овской базе существует. То есть, системная таблица, в которой хранятся имена всех таблиц. И я хочу посмотреть все таблицы, у которых TableOwner равен параметру доллар 1. Доллар 1 — это значит, что в массиве параметров он будет идти под нулевым индексом. То есть, первый аргумент. То есть, я хочу посмотреть все таблицы, которые принадлежат пользователю Marcus. Передаю туда SQL и передаю туда массив аргументов. Массив аргументов, если мы его опускаем, то вторым параметром вот этого вот query может быть, в принципе, и callback. Ну, в этом случае тогда весь SQL должен быть написан тут как строка, и никаких подстановок быть не должно. Теперь, чтобы вас тоже еще не смущало, вот этот $Fields — это шаблонная строка JavaScript, а не подстановка поля Fields. То есть, у нас тут $ и фигурные скобочки, это обрабатывается самим JavaScript, поэтому у нас вот этот строковой литерал, он превращается в строчку на JavaScript, в которой будет только $1, а Fields уже подставился. Fields — это у нас строка, и мы туда просто три поля через пробел написали вот так. Дальше мы это передаем в pool query, и оно нам через callback выдает или ошибку, или результаты выполнения запроса. Теперь мы хотим вывести табличку с полями в результирующем наборе данных и табличку, собственно, саму, которую мы прочитали из базы данных. И потом закроем pool, ну, потому что нам нужно как-то выйти из этого тестового приложения пробного. Если мы не напишем pool end, то, естественно, connection будет жить, держать соединение с базой, и у нас, хотя закончится наш JavaScript, вот этот файл, закончится исполнение, но мы не выйдем, процесс будет висеть, будет ждать, что что-то случится. Там ничего не будет случаться, естественно. Поэтому мы тут закрываем, закрываем pool. Давайте запустим первый пример. О, оно немножечко порвало, я уменьшу. Так вот оно у нас поместится. Вы тут видите, что произошло. У нас вернулся запрос. Вот этот вот экземпляр класса result это то, что нам вернул Postgres, точнее, драйвера Postgresа. И в нем мы видим, что мы выполняли SQL-ный select, вернуло оно нам 4 строчки. Если мы делали бы insert, то нам бы вот в этом oid идентификатор объекта вернуло бы, который вставлен в базу. Дальше rows это array строчек, каждая строчка это объект, но еще у нас есть array полей, которые вернулись. И там вот это тоже три объекта инстанса класса field, в которых у нас, собственно, информация о каждом поле. И чтобы мы посмотрели ее, я ее вывел вот в такую табличку, все поля выведены в эту таблицу. Значит, тут у нас есть имя поля, айдишник таблицы, айдишник этого поля в таблице, 19 это тип данных, 64 это длина и минус 1 это подтип данных. Да, у каждого типа может быть еще подтипы, но не у всех они есть. И дальше мы выводим, ну тут у нас все три колонки, это все три колонки, все три строки. То есть 19 тип, это мы знаем, это string или текст, значит, длиной 64. Точнее, наверное, 19 это варчар 64. Варчар 64. И отсюда мы видим, что имена схем это паблик, вот этих вот четырех таблиц, имена у них тут даны, и пользователь у них у всех маркус. Ну, потому что мы делали такой варчар 64. Так, давайте опять увеличим, чтобы мы могли посмотреть еще раз код, который это сделал. Ну, тут мы видим, что весь у нас SQL в виде строки туда приходит, и это не совсем удобно, такой синтаксис достаточно громоздкий, мы бы хотели сделать себе какой-нибудь синтаксический сахар, какой-нибудь query builder. Мы, сегодня я вам сделал пример с простым query builder. В принципе, есть в NPM какие-то библиотеки, вы их можете использовать. Ну, вот сам драйвер никакого query builder не предоставляет, а ORM-ки я не люблю, поэтому я себе делаю простейшие query builder. Значит, смотрим дальше. В общем, то же самое с базой данных можно работать через асинкевейты. И вот этот драйвер у нас позволяет делать. Ну, тут мы тоже как строку готовим запрос ему, а теперь вызываем тот же самый pull query только через await. И у нас возвращается объект, из которого мы можем взять строки, rows, и тоже вывести их как таблицу, и потом тоже закроем pull. Такс, давайте второй пример тоже запустим. О, все, мы получили то же самое. Давайте тут, может быть, еще сделаем вот так и уберем аргументы. Теперь оно нам должно выдать все таблицы, вообще все, которые есть в этой базе. Ну, мы посмотрим, что там есть, интересно. Такс, о, мы видим, что таблиц там много, и много из них системных таблиц, много из них принадлежат Pg-каталогу, есть information-схема, это еще более низкоуровневая схема. Ну, а наши user space таблицы находятся в схеме public, которые мы вот посоздавали своими create-тейблами и под пользователем Marcus. Вот мы потом с ними будем работать. Так, идем дальше. Также, ну, естественно, если есть у нас интерфейс, при помощи которого мы можем async-авейтами работать, то мы вообще можем и промисами тогда работать. Да, вот тут такой же самый пример. Запрос в виде строки точно так же, но мы после query делаем then и делаем catch. и еще можно там, естественно, final делать для того, чтобы на final закрыть этот pull. Давайте, может быть, в запросе допустим какую-нибудь ошибку, чтобы у нас словилась ошибка и выдалась в консоль. Давайте сначала запустим третий пример просто так. Ну, да, видим, что он нормально работает. А теперь сделаем, вот у select букву T удалили, это точная ошибка. И, о, что мы получили? Мы получили exception, который мы и вывели. Говорит, что syntax error не знает, что такое select. Буквы T не видит. И мы видим, это дживоскриптовая ошибка. Вот где она случилась? Она случилась, собственно, тут видно stack trace. Вот этот connection, это connection к базе данных. Socket, это тот socket, который TCP-шный socket открыла. PG-шные драйвера открыли при подключении к базе данных. Собственно, socket обернут в connection и дальше все это обернуто в pull. И вот pull нам уже выдал этот syntax error. Ну, что из этой ошибки еще можно увидеть. Там код ошибки. Коды там не всегда нормально работают. Так, что нам тут еще может быть интересно? Ну, в принципе, тут не особо, потому что v, схема, table тут не видны. Это экземпляр какой-то ошибки именно PG-шных драйверов. Она специфическая, эта ошибка. Видимо, это наследник error, у которого, если вдруг случается ошибка не такая, явная, а, допустим, где-то тут в полях будет какой-то специальный хитрый символ, я тут кавычку, допустим, добавил, то мы что-то можем увидеть более интересное. Это тоже синтаксическая ошибка. А, ну, давайте, наверное, прочтем поле, которого нет. Вот тут в конце буквы S удалим. Такого поля нет. И теперь мы из ошибки, наверное, можем увидеть. А, вот оно даже hint мне выдает, что, скорее всего, вы имели в виду другую таблицу, но table вот тут не дает. Я думаю, что если делать insert, и в этом insert будут какие-то неправильные там параметры, или поля, которого нету, то оно выдаст вот в этот вот table имя таблицы. Если там будет ошибка касаться какого-то поля, то в column он выведет это, да. Так, давайте теперь напишем что-нибудь более интересное. Я вам сразу покажу, как у нас Query Builder, какой синтаксис будет давать, а потом мы попробуем этот Query Builder посмотреть, как он написан, да. Точно так же сделали, ну, не точно так же, мы обернули Postgres-овские драйвера в свою библиотечку db, мы потом посмотрим, как этот файлик написан, и оттуда экспортируем одну функцию open. В open передаем config, или там, ну, можно сделать интерфейс с connection string, допустим, да, и посмотрим, что она нам вернула. То есть вот этот вот pg, это какой-то наш будет оттуда объект возвращен, у которого есть методы, и мы сделали ему метод select, этот select возвращает курсор, у курсора можно делать where, можно добавлять ему fields, и у него есть еще метод then, который возвращает результаты. Ну, естественно, что если у него есть метод then, то тогда можно перед этим selectом написать await, и все, что вернется вот сюда в then через rows, все попадет в результат исполнения, и оно хоть не в промисе, но await его распакуют из этой конструкции, и можно будет там более императивным стилем писать. Ну, я тут написал именно thenable, я просто метод then реализовал у курсора, но можно из курсора возвращать там промис или что-нибудь такое. Ну, давайте сначала это запустим, посмотрим, как оно работает, и попробуем поработать при помощи этого api с какой-то табличкой, а потом посмотрим, как оно написано. Ну, во-первых, мы тут используем, вы, наверное, уже узнали, это синтакс чейнинга, когда у нас один метод возвращает ссылку на this, ну, в данном случае он просто экземпляр курсора, а потом все следующие методы, вот where, fields там и все остальные, они будут ссылку на this возвращать, того же самого курсора. Это достигается, потому что в каждом из этих методов в конце написано return this. Ну, и у того же самого курсора есть метод then. Тут все понятно. Все эти методы, они не запускают в этот самый pool query, они только подготавливают запрос, они его накапливают в курсоре. И, в принципе, этот курсор я могу присвоить в какую-то переменную, его куда-нибудь передать, там склонировать, или что-нибудь там с ним сделать, потом исполнить, потом результаты будут храниться в этом курсоре, и я могу по этому курсору там как-нибудь итерировать, ходить по нему, что-нибудь уже делать с результатами. У курсора просто изменится статус, то есть до того, как случился там pool query, до этого у него статус, он еще не запущен, там только готовится SQL оператор внутри. То есть все вот эти вот методы, они просто строят там внутри SQL и аргументы, массив аргументов к SQL. Значит, мы сюда можем в этот v, естественно, в виде объекта дописывать еще какие-то свои ограничения. Тут вот, допустим, tableowner marcus, а мы ему допишем, какие там у нас еще поля есть. Так, так, так. Схема name public. Вот copy. Сейчас. Схема name public. Это ни на что не повлияет, там тоже будет 4 записи возвращаться, но мы просто посмотрим, что сюда мы можем дописывать еще какие-то ограничения. Ну и я там сделал, несколько еще таких ухищрений с синтаксическим сахаром, чтобы мы могли написать там не равно или больше-меньше. Вот мы перед значением можем написать какой-нибудь знак. Такой вот равно, не равно, меньше, больше, больше равно там и так далее. И тогда этот символ преобразуется в соответствующий там оператор в SQL выражении, он отрежется от выражения, а сама строчка public будет тогда вот тогда уже значением. То есть в массив аргументов запроса попадет только public сам. Ну это я просто так разукрасил синтаксис, потому что мне не нравится, как в Монге сделан вот этот andLt, andGt. Это как-то не очень наглядно, не очень удобно, поэтому больше-меньше, больше равно, там равно-не равно. Гораздо проще писать, как мы привыкли в программировании, просто отрезать от строки. Мы же в конце концов можем придумывать любые синтаксисы, и потом их реализовывать. Лучше от этого отходить. То есть тут мы пишем запрос в виде просто объекта. Дальше мы передаем туда array с полями. Ну почему удобно его передавать с полями, почему мы не можем туда просто передать строчку, разделенную пробелами. Ну дело в том, что мы очень часто вот такие вот query builder'ы будем строить не просто вот так вот в коде написали список полей, а список полей откуда-то берется. То есть у нас есть какой-то пользовательский интерфейс, пользователь там видит из там 20 колоночек он видит 5, и он присылает, какие именно он колоночки хочет увидеть. Присылает он это массивом, поэтому нам гораздо удобнее сюда массивы передавать. Так, ну мы сюда можем придумать себе еще новые методы, какие-то там точка order, допустим, или там точка descendant, то есть чтобы отсортировать этот датасет в каком-нибудь порядке. И все это должно отобразиться в SQL, исполнится, и мы потом, собственно, сможем вывести этот SQL на экран, чтобы посмотреть, что там нагенерилось. Давайте, наверное, это дело запустим сразу же, а потом будем смотреть, как это сделано. Так, application. О, мы увидели тот же самый результат, который был в предыдущих тестах, но еще увидели execution time, 24 миллисекунды оно создавалось, и увидели, что такое у нас вот этот датабейс. Датабейс — это наш класс, внутри которого лежит пул, и внутри него еще лежит конфиг, который мы туда передали. И он может еще вот этот pg, у него, а, у него есть еще ссылка на логгер, но логгер мы еще не написали. Логгер для чего? Ну, для того, чтобы SQL-запросы куда-то логировать. Но мы чуть позже это сделаем. В принципе, у меня где-то там в репозиториях, в примерах я вам где-то уже писал логгер. Можно его, значит, состыковать с этим кодом, просто чтобы у них были совместимые контракты, взять тот и начать его вызывать отсюда, просто посмотреть, какой там контракт. Так, ну, давайте тогда посмотрим, что у нас за db.js. Мы немножко пропустим. Ну, понятно, что тут require pg драйвера. Мы пропустим вот этот where. Это построитель, собственно, запросов. Мы сразу посмотрим, что у нас тут есть курсор с кучей методов, и у нас тут есть класс database с кучей методов. Мы просто врапнем, врапнем пул, и в этот пул запишем, в смысле в database запишем, каким пулом мы пользуемся, с каким конфигом и вот каким логером. И у него будет один метод query, и этот метод, он у нас принимает SQL и принимает массив этих самых аргументов и принимает callback. Значит, дальше, ну, этот query мы можем вручную вызывать у дейтабейса. Пишем там точка query и сразу вызываем. А можем вызывать у него метод select. Метод select принимает сразу таблицу и эту таблицу отправляет в курсор. Курсору нужна тоже ссылка на базу данных, поэтому дейтабейс дает ему ссылку на самого себя, на this, и пробрасывает туда имя таблицы, которую мы хотим в курсор запихнуть. И, собственно, сам курсор начнет там строить запрос. Ну, дальше у него, естественно, есть метод close, чтобы закрыть пул у этого дейтабейса. Такс. Ну, а query будет вызываться с курсора потом. Ну, query, потому что сам, этот самый, сам курсор на пул ссылки не имеет. У него есть только ссылка на соответствующий дейтабейс, а у дейтабейса есть query. Он таким образом будет ходить в базу. Ну, это такой вот слой абстракции. Теперь смотрим, как у нас написан курсор. Он такой немаленький уже. Так, ну, так и мы уже не первый день пишем. Значит, у курсора есть конструктор, который просто инициализирует все поля курсора, записывает ссылку на дейтабейс, которую мы туда передали, записывает таблицу, подготавливает поля, инициализирует их всякими пустыми значениями тут, колонки, записи. Это мы туда потом результаты запишем. Количество строк возвращенные, ready, это он уже исполнился, еще не исполнился, и потом mod. Mod мы будем потом переключать. Я еще, кстати, не пробовал, как он переключается. Это потом, чтобы можно было из этого датасета выделять синтаксически, очень удобно, при помощи синтаксис-чейнинга и вот такого вот языка запросов, как я вам показывал, чтобы можно было выделять одну колонку, одну строку, одно значение, и для удобства просто эти моды будут для того, чтобы мы потом агрегировали полученные результаты. Я сейчас покажу, как это делать. Веа клаузы пока что undefined, пока что у нас нет никакого веа, колонки по умолчанию все. То есть таблица известна и колонки все. По умолчанию аргументов никаких, по умолчанию пустой массив. Дальше нам нужны будут сначала метод веа, куда мы передадим conditions, метод fields, куда мы передадим список колонок, мы их сразу просто сохраняем в свойство columns. Точно так же, если мы пишем точка value, это значит, что мы хотим получить из нулевой записи, из первой колонки значение. Нам вот так вот точка value будет нужна в том случае, если мы хотим исполнить такой select из базы, ну, допустим, select count или select max из какой-то колоночки, там это понятно. Весь датасет будет одна строка, одна колонка, и мы сразу хотим получить в результате значение. Нам придется брать из массива строк нулевую строку, брать из массива колоночек первую, ну, и это дополнительные операции. Мы просто хотим, чтобы у нас, если мы пишем, ну, давайте я напишу такое дело. Вот если тут будет другой запрос, допустим, из того же pg-tables какая-нибудь вот table name, да, так, слушайте, нам вот этот fields вообще не нужен, нам нужно тут where table name равно system user, вот так. Оно нам просто даст одну запись тогда, правильно, потому что только у одной записи там поле равно system user, да, и теперь хотим написать точка value, и таким образом у нас тут будет не rows, а value сразу выйдет, да, а если мы хотим, чтобы у нас только одна строчка в виде объекта, то мы сюда напишем row, row, и тогда отсюда выйдет row из этого промиса. Если мы захотим колонку забрать, мы пишем сюда call, и напишем, допустим, какая-нибудь колонка table name, и это будет отсюда, выйдет array, из каждой записи выделится колонка table name, все сложится в array, и нам она вылезет. Ну, так удобно писать. То есть мы сами себе придумываем такой синтаксис, и query builder строит там SQL необходимый для всех этих вещей. Так, ладно, давайте мы это сейчас удалим и разберем тогда, как дальше все это дело работает в DB, да. Значит, если мы вызываем value, row и call, то мы просто присваиваем мод определенному моду, да. Будем сохранять это в курсоре. Ну, и call, вот вообще, я тут туду сделал, потому что я call еще не реализовал. но вообще вот этот вот name нужно теперь тоже куда-то складывать, потому что запрос мы еще не исполнили, у нас данных-то нет, мы не можем никак это column name, name, вот так. Мы его складываем до поры, пока мы запрос не исполнили. Так, ну, и из каждого из них делается return this, чтобы мы могли следующий и следующий прицепить через чейнинг еще метод. Дальше, если мы отсюда делаем count, это значит, что мы хотим вообще получать только количество записей из этого select-а. Так, ну, и самая большая у нас тут, самый большой метод, это then. Передается в него callback, в который мы вернем значение. Теперь мы из DISA читаем, какие колонки хотим, какой у нас V накопился, там, аргументы, таблица, и из всего этого должны построить SQL. Ну, с полями проще всего, мы их просто через запятую склеиваем из массива и теперь делаем заготовочку SQL. Вот такой вот select, поля сюда добавили, table добавили. Но where может быть, а может не быть. Если у нас where есть, то мы доклеиваем в конец вот такой вот where и сюда where clause. Там строка, там просто строка будет. Но для того, чтобы у нас все это было безопасно, из этой строки все значения были вынуты и они отправились в массив args. Ну, они так вынуты для того, чтобы у нас никто не сделал SQL injection, потому что сам драйвер Postgres, он требует, чтобы у нас, как сказать, вот в этом массиве, ну, точнее, не то, что требует, он сам их будет эскейпить. Все аргументы, которые переданы сюда в массив, если кто-то туда в аргумент вставил SQL injection, все это будет заэскейплено. То есть вам даже не нужно эскейпить вот эту вот строчку, вы ее просто тут заменили имена всех аргументов на там доллар 1, доллар 2, доллар 3, там и так далее. То есть там на индексы в массиве args, а весь args у нас автоматически поэскейпился, и таким образом у вас этот запрос будет безопасным. Ну, вот, короче, запрос исполнился, и из него вылезли результаты или ошибка. Ошибки я тут еще не дописал, обработку ошибок. В принципе, тогда надо было бы этому методу, в смысле, этому классу, курсор, сделать еще метод catch, и вообще можно было бы его унаследовать даже от промиса, extends promise. Если мы catch реализуем, то все будет ок. Так, но пока что мы сделали его только с методом then. Для await этого хватит. Дальше мы получили результаты, и мы их resolvим вот таким вот образом. У нас есть метод resolve. Он умеет распихивать из результатов значения тоже по... Сейчас мы его найдем. Вот этот resolve. Он забирает из результата массив строк и массив колонок и количество записей и распихивает их просто по свойствам этого курсора. Это удобно, чтобы тут этот код не писать на then. Дальше. Дальше мы проверяем, какой у нас мод. Если у нас мод это value, то мы должны взять нулевую колонку, колонку мы должны взять нулевую строчку, в колонке взять имя и прочитать это имя из объекта row. И все это отдать в callback. Если у нас row, то мы просто отдаем нулевую строку. Если у нас колонка, то мы берем и имплементируем тут, как у нас это делать. Я этого не сделал сегодня. Я это сегодня утром написал. Так. Если у нас count, то мы должны просто прочитать из курсора row count. Да. Ну вообще по-хорошему вот этот then, вот мы еще в принципе сюда мы можем еще один to do написать, потому что у нас может случиться, что запрос еще не доформирован, а уже кто-то хочет делать then. Поэтому вообще тут нужно бы сложить этот callback в пул callbackов, то есть мы подписались на результаты. Сейчас. И потом на все callback, которые приходят, вернуть, ну когда уже все исполнено, на все эти callback вернуть результат. Но тут у нас, допустим, с одним callback. Это такая более простая реализация. То есть если count, то мы просто возвращаем row count. если другое, то это значит, что это у нас константа mod all или что-то как-то оно у нас называется. Я сейчас посмотрю. А, mod rows. Она равна нулю. То есть вот у нас, если тут случается последний else, то все строчки возвращаем. Просто в callback возвращаем все строчки. Чего мы тут еще не посмотрели? Мы не посмотрели, как у нас написан where, то есть построитель самого вот этого вот where clause. Это у нас вот эта первая функция. Мы к нему conditions. Это объект, в котором поля с вот этими значениями больше, меньше, равно там и так далее. То есть основная часть запроса тут строится. Мы сначала клаус, пустая строчка, заготовили себе пустую строчку и заготовили массив аргументов. Тут мы все аргументы должны выцепить из conditions и запихать их в один array и в клаузе обращаться к этим аргументам через доллар, там, один, доллар, два и так далее. Вот мы должны пройтись по всем ключам внутри conditions. Вот так вот берем по ключу там первый condition и строим для него вот в эту переменную будем записывать этот condition. Значит, если там просто число, ну, вот мы и пишем. Значит, condition это сам ключ $key равен $$i. Почему $$i? Значит, у нас это же темплейтовые строки джаваскриптовые. Это значит, что сюда подставится ключ джаваскриптом, сюда подставится индекс этого аргумента, а вот этот первый доллар останется, и он будет уже исполняться при подстановке аргументов на уровне постгресса. Значит, мы в этот condition записали ключ равно там $1, допустим. Дальше, если у нас type value это строка, дальше мы должны понимать, что если эта строка начинается вот на больше равно, то мы должны что сделать? Мы из значения должны отрезать два первых символа, потому что больше равно, мы должны тоже сформировать вот этот condition. Тут, кстати, очень много похожих штук. Вот это абсолютно одинаково с вот этим. Поэтому мы можем в принципе тут сделать некоторые упрощения. Ладно, если хотите, потом сами это сделаете. Сейчас мы пойдем дальше. значит, не равно у нас как больше, меньше пишется. Это просто так принято писать его в SQL. Дальше там больше, меньше, да просто больше, просто меньше. Мы один символ отрезаем. Так, так, так. И более сложная штука это лайк. То есть, если у нас в этой строке будет использоваться символ звездочка или символ вопрос. Я просто в этом вот языке запросов, который мы сделали, там буду использовать звездочку и вопрос. А в SQL принято вместо звездочки использовать процент, это маска, любой последовательности символов или пустой строки. Или же вместо вопроса мы используем подчеркивание. Это тоже маска одного символа, но обязательно одного. То есть, нельзя пропускать. Мы реплейсаем в нашем значении все звездочки и эти самые, да, все звездочки реплейсаем на процент, все вопросы реплейсаем на подчеркивание и теперь можем использовать эту штуку в лайке. И опять-таки мы делаем лайк, доллар и индекс в массиве аргументов этого SQL запроса. Ну и дальше во всех остальных случаях мы просто делаем ки равно доллар индекс. Дальше мы наращиваем этот индекс, чтобы на следующей итерации для следующего ключа там был доллар 1, доллар 2 и так далее. пушаем значение, которое мы оттуда выцепили из этого кондишена, пушаем его в массив аргументов и теперь все это дело присваиваем в клаузу. Но тут у нас клауза могла быть, а могла не быть. То есть если у нас эта переменная была пустая, вот пустая строка, да, то у нас просто берем кондишен, который мы на этой именно итерации сформировали. А если там уже что-то было в этой клаузе, то тогда мы должны его слепить. Вот эта старая клауза end и новый condition. То есть мы предыдущее склеиваем с новым через end. В принципе, можно было просто сложить все эти клаузы в array тоже и потом сделать join по end. Так, наверное, даже красивее будет. Если хотите, дома это перепишите. Так, ну и из вот этого v мы возвращаем уже разделенный массив аргументов и клауза это строка вот тут вот просто SQL, в котором все это есть. Давайте отсюда выведем ну вот весь всю эту штуку и выведем. Вот так. Чтобы мы посмотрели, какой у нас нагенерировался оттуда SQL. Так, тут у нас запрос нормальный. Теперь смотрим. Да, это у нас датабейс вывелся. Вот, это сама клауза. Тут получилось table owner $1 and схема name $2. И вот у нас сюда выделились marcus и public и они потом будут постгрессовским драйвером эскейпиться. Все нормально. Теперь давайте еще когда у нас все это склеится вместе мы еще полностью SQL выведем. Вот, наверное, вот тут перед тем, как он исполнится. Console.log и вот сюда будем выводить уже полностью склеенный SQL. О, видите, теперь тут все видно целиком. Select вот все поля через запятую, from имя таблицы, where одно условие, end второе условие, ну и туда же добавляется этот array. ну вот собственно и вся идея в том, что мы таким образом сделали для себя удобный синтаксис для написания SQL, но в принципе если мы хотим мы его можем и обойти, мы напишем просто pg.quire и пойдем вручную это делать, мы себе сюда можем что-нибудь дописать. ну допустим у нас вот тут эта табличка она не отсортирована по именам, а мы сделаем себе еще метод order, вот сюда его напишем. Order по какому полю? TableName вот так. Ну теперь нужно сделать метод и генерировать метод вот сюда мы его допишем order name тут мы тоже будем складывать this order by равно name и сюда тоже сделаем return this все мы теперь сложили это дело просто в курсор давайте order добавим тут такое поле тоже в конструкторе чтобы у нас this order by был равен undefined ну как минимум чтобы было видно что такое поле существует и теперь будем этот order by обрабатывать на then вот тут сначала мы его заберем вот в данном месте order by из диза прочитали и теперь добавим сюда еще один ивчик если есть order by то в конце мы еще доклеим сюда вот так order by и значение поля этого order by вот так вот все мы реализовали теперь у нас еще есть в нашем языке запросов binding вот такого метода в SQL оператор order by я не знаю это оператор или выражение как оно у них там называется так и посмотрим как это работает хоп о смотрите видите в этом запросе group user если раньше он был последним у нас теперь сортировка добавилась вот сюда сортировка точно так же можем сделать там специальный метод для сортировки в обратную сторону там или для того чтобы можно было результирующий датасет еще промапить через какую-то функцию уже в джаваскрипте постобработку какую-то сделать в общем я думаю что идею вы уловили и можете таких методов еще докрутить там допустим для grow by там для union там для join и для всего остального я думаю что можете дописать ну или взять какую-нибудь готовую query builder я думаю что в метархии у нас уже какой-то появился query builder для постгресса но он еще я не знаю насколько он готов скоро будет я думаю что нормальный как только это будет мы сделаем специальный доклад потому что вот можете использовать пока что вот вот такое да такс ну я думаю что на одной из следующих лекций мы возьмем вот то что мы сегодня написали возьмем пример с сессиями возьмем пример с sql в смысле с этим самым с http сервером с api пример все это склеим вместе и уже будем лазить в базу постгрессовскую с клиентской стороны при помощи вот написания вот таких методов и в принципе даже вот такой синтаксис как мы сегодня написали на серверной стороне мы его сможем писать там для простейших операций и на клиентской стороне просто пробросим это весь интерфейс ну для тех таблиц для которых у нас есть права мы еще на середине сможем где-то эти права проверять допустим есть ли у нас право к какому-то полю там или нету вот где-то так примерно план я описал дальнейших наших развития ну все на сегодня все если есть вопросы то прошу задавать или в комментах под видео или вот кто сейчас присутствует то можете устно задавать через 5 минут спасибо